Нежные, трепетные и при этом мужественные готовые горы свернуть особенно, когда речь идет об их ребенке. В Самаре накануне Дня матери для женщин, имеющих детей, провели форум, на котором сообщество мам-активисток обсудили широкий круг вопросов, волнующих каждую мать. Сегодня в регионе действует 31 мера материальной поддержки семьи с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Но нередко поддержка нужна и нематериальная, тем более если в семье растет ребенок с особенностями развития или есть сложные ситуации в отношениях с ребенком. Безусловно, каждую маму волнует, начиная от своей семьи, детей и своего быта до своей самореализации. Это очень широкий спектр вопросов, которые мы сегодня включили в четыре секции, на которых мы будем обсуждать те вопросы, которые сегодня на повестке у мамы Самарской области. В зале и на видеосвязи около 200 мам изо всех уголков губернии. В качестве спикеров форума представительница социального бизнеса, общественные деятели, блогеры, врачи, волонтеры и каждый из них в первую очередь мама. Александра Застольская заканчивает обучение в колледже Ляпиной, а еще эта энергичная девушка-волонтер, у нее двое малышей и сама она мечтает в качестве акушера помогать женщинам становиться мамами. Говорит, сейчас главная задача – защитить беременных от коронавируса. Будем разговаривать мы о репродуктивном здоровье женщины, о том, насколько важно в нынешней эпидемиологической ситуации направить все меры на улучшение информированности женщин, планирующих беременность, беременных женщин и молодых мам в целях избежания как раз заражения новой коронавирусной инфекцией. Юлия Павлова – спикер сессии «Мама-2021. Перезагрузка». Она уже вырастила старшего сына, который стал тренером по большому теннису. Сейчас в семье подрастает младший Федор. Успешный музыкант, обладатель серебряной медали молодежных дельфийских игр России, лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиат фонда Владимира Спивакова. «Моя роль – поделиться своим опытом в испытании ребенка моего, младшего, и помочь другим участникам в решении каких-то проблем, советований». 38 женщин получат знаки отличия материнской доблести первой и второй степени. В регионе отмечены этой наградой более 4,5 тысяч мам. Виктория Шарая, События.